П-120, блять, дата микрофона, тот кто против, тот заслуживает позорной смерти. Рад всех видеть на канале с микрофоном по жизни в компании П-120. Как говорится, сегодня мы этого малого не будем обижать, потому что на самом деле самого младшенького в серии обидеть может каждый. Ну что от него взять? Тем не менее, микрофон продается и продаваться будет. То есть сначала вы его покупаете в первой руке, а потом им забиваете все авито и прочие бесплатные объявления, газеты и сайты. Что о нем сказать? Да, электрит, да, в принципе, все то, чем страдают электриты, этот микрофон подвержен. Но для voiceover, например, я считаю, что его как первый микрофон для того, чтобы пощупать, понять, будешь ли ты заниматься озвучкой, почему бы и нет. Ведь вот сейчас даже я буду говорить тестовый, давайте, тестовый текст буду сейчас говорить, и я сейчас говорю тестовый текст, якобы для озвучки какого-то фрагмента, кусочка, чтобы потом, а вот здесь, внимание, чтобы потом обработать, друзья мои. Сегодня будет практическое такое видео, где мы этот 120-й попытаемся вернуть в мир микрофонов, так сказать. Они используют здесь вот эту ту самую интересную, я имею в виду, они это АКГ, они это Харман, они это Самсунг, используют вот ту самую знаменитую подманочку. Когда ты берешь микрофон, слышишь его, тебе кажется, о, я слышу очень четко и ясно буковки С, это же студийный микрофон. Василиса, послушай, я говорю в студийный микрофон, а потом ты начинаешь обрабатывать и понимаешь, что что-то не то. Нет яиц, нет массы, нет основы в середине. Ну, в принципе, все, единственное за эти деньги, единственная передерка к этому микрофону. Текстовый тест уже сделали, я его тоже возьму на отрывок сейчас, осталось что-нибудь такое суровенькое спеть. Я взял минус оригинальный, набросал оригинальный текст, поэтому вашему вниманию представляется. Давай допустим и помечтаем, брат, о том, что скоро будет всем светло и весело, больше не будет грусти. Но ты докуришь, выдохнешь, под ноги бросишь мне огурок, скажешь с ним, прости. Я не сдержался, применив простую рифму, что лежало тупо на поверхности. Но это стиль и это требование стиля, а не рифма ради рифмы или ход от безысходности. Пойми, я задолбался, выйдя от боли и бессилия, как заблудший в поле путник или в небе спутники. Посланник темных сил. С херовой вестью о расцвете в старстве тьмы, ноу фейт, здесь больше нет судьбы. Ножом писала прям на наших душах Сара Коннор, чтобы всех спасти. Тех, кто не выбился из сил, чтобы грести. Навстречу новостям о том, что больше нет программы новости. Прощай, прямой эфир. П-120, блядь, это микрофон, а тот, кто против, тот заслуживает позорной смерти. Ну что, время-то какое было, друзья мои. Восьмое января, довоенное время, беззаботное, мы были молоды и беспечны. Ну, я немножко прикрыл этот микрофон для того, чтобы не будоражить вас. Давайте все-таки разбираться с нашим сегодняшним собратом. И, признаться честно, когда я записал этот тест, я его отложил в долгий ящик. Подумаю, ну вот сейчас-сейчас-сейчас сделаю, потом навалились события. Потом был переезд, много других микрофонов, другие дела. И я как бы вот забыл про этот P120, хотя он постоянно всплывает. Для многих он был все-таки первым микрофоном. Я не собираюсь его сейчас гадить. Давайте просто вот как историки, знаете, трезво посмотрим на историю этого микрофона. Потому что, ну, у него есть свои нюансы. Как мы знаем из предыдущего видео, я, друзья мои, вас очень-очень сильно прошу, вы не стесняйтесь, забегайте в плейлисты, смотрите на прошлое видео. Итак, у нас было топ-5 ошибок, да, и микрофон тоже можно считать одной из маленьких ошибок. Когда люди покупают все-таки не настоящий микрофон. Смотрите, сейчас вот пройдем к обработке. А такое подобие микрофона электрец, да, то есть такой волк в овечьей шкуре. Но этот волк не в хорошей стороне, да, не волчара, а это именно вот облезлая собака, понимаешь, лихищная. То есть ее попробую обработать. И для новичков они сталкиваются с трудностями обработки этого микрофона и откатываются назад. Думают, блин, я не буду этим заниматься, понимаете? Вот это вот тоже одна ошибка. И прошлое видео было про как раз-таки компанию ОКГ, как они переехали на Такстар. А случилось это в 2006 году, когда стартанула серия Precision. Вот этот микрофон черный появился, насколько помню, в 2014 году. Вообще P120, как электрец, появился в 2008. Смотрите теперь. Аудиотехника T2020. Извечный конкурент, который звучит намного лучше, который на самом деле народный. Потому что вот с ним уже можно получать какие-то результаты. Он появился в 2005. То есть чувствуете, друзья мои, компания ОКГ, почему она сделала этот дауншифтинг с 220 вообще, с 100-й серией, где была вот такая крупная мембранка, ушли в 120 электрец. Они сказали, мы хотим еще дешевле. Компания Harman говорит, дайте мне продажи. Мы хотим косить бабло. Продавать микрофон по цене 99 долларов. Обратите внимание, X1A 99 долларов, да? И тут тоже 99. То есть это прямые конкуренты. Но только X1A, когда SE Electronics повторили этот же финт, финт ушами, в 2016 году, они уже знали, что делают. Тогда уже, как бы, китайцы сказали, все, мы тут можем теперь сами творить. Вы нас научили, белые большие удивленные люди, теперь мы сами будем делать. Ну и вернемся в 2006. Тогда они хотели сделать все-таки микрофон подешевле, и нужно было отказаться от большой капсулы, сделать попроще электронику. Я до сих пор почему-то склоняюсь к тому, что и 220-е, эти микрофоны, вот Preception серия, не имела никакого отношения к ЭКГ. Ни конструкторы там не приложили руку, ничего. Просто они приехали в Китай и говорили, так, нам нужен микрофон, быстро дайте. Китайцы сказали, какой там самый продаваемый у вас микрофон? А, 87-й. Ну так давайте 87-й и скопируем, посмотрите. Вот это вот славиши, это значит рабский, рабский, скопирована схема с 87-го А, не АИ. 87-й А это еще тот микрофон, в котором внутрь можно было вставить батарейки, и от 12 вольт запитаться, и поэтому тут даже скопировали вот это отвлетвление для батареек. Если бы это делали инженеры ЭКГ, да они бы постеснялись всему миру показывать свою, так сказать, безответственность. Это сделали, ну, рабски скопировали азиаты, у которых, ну, в данном случае, возможно, инженеры так старо, у которых заказывало руководство ЭКГ, Читай Харман, свои микрофоны. И вот посмотрите, несмотря на то, что Preception 220-й это клон U87, но АКГ-шный микрофон, Читай не АКГ-шный, а азиатский, ноунейм, не звучит так, как 87-й. Он звучит bright и picky. Вот, и поэтому тут, ну, компания Microphone Parts предлагает свои нормальные, так сказать, компоненты. Почему он, так сказать, не звучит, как 87-й? Все дело в мембране, в не том напылении, не те ВЧ-фильтры вставлены, но это дело других. Нас же интересует P120-й. Это также плоть от плоти какая-то китайщина, которую им предложили. Давайте мы вот вам вот так вот подешевле сделаем микрофон. И сделали. И если взять, посмотреть АЧХ U87 и АЧХ P120-го, это к вопросу видео из ошибок, что не стоит смотреть на АЧХ. Там и там есть одинаковое просветление, там, на 10 кГц и все. Но ведь микрофон звучит не мясисто, не так, как АТ-2020. При всем моем, кто такой, любви-не-любви к 2020, но эта покупка намного лучше вообще. Забегая вперед и к выводу, я скажу, что если вы хотите микрофон-электрит, это возьмите X1A или более M800 на большой мембране, но по звуку это хороший, сбалансированный, готовый выход. Ну, так 35 тоже как вариант можно. Итак, давайте теперь препарировать, собственно, 120-й. Вот тот самый проект. Я решил, давайте я сейчас себя немножечко вот сюда вот уберу, решил я не мудрствовать лукаво и не обрабатывать его там 28 различными способами, просто давайте обозначим проблему. Какая у нас есть основная проблема с этим микрофоном. Смотрите, я сразу же здесь повесил бустер, это аналог SSL-компрессора, да, на рейшо полтора, просто поджимаем. Релиз самый быстрый, атака самая медленная, тридцатка, да. Трэш-холл, ну, для того, чтобы просто поджимать и лаудмакс, просто для того, чтобы мы понимали, вот такая, ну, знаете, быстрый мастеринг с двумя плагинами. Дальше у нас непосредственно сам сырой звук. Но ты докуришь, выдохнешь, под ноги бросишь мне окурок, скажешь, с ним. Вот, поставим только это. Что скоро будет всем светло и весело, больше не будет грусти. Но ты докуришь, выдохнешь, под ноги бросишь мне окурок, скажешь, с ним. И даже здесь мы посмотрим, ну, здесь все хорошо, как бы, да, казалось бы, да. Нет никаких, там есть вот пики на 11, да, то есть нам фаб и нам анализаторы не подскажут. Тут нужно чувствовать отсутствие этой самой середины. То есть мы постоянно должны бороться с верхами, с верхушкой, а при этом середину вытаскивать. У нас очень много верха, но вот той самой середины нет. Той, которая есть у AT2020, которая есть у X1A, то есть у них есть такая серединка при сглаженном верхе. Здесь же компания КГ нам решила высунуть весь верх. Ну, а дальше как бы справляйся. Поэтому необработанность звучит вот так. Но ты докуришь, выдохнешь, под ноги бросишь мне окурок, скажешь, с ним, прости. Вот, то есть наша задача с вами сделать, сформировать какую-то серединку. Давайте вот посмотрим, что мы будем с вами делать. Здесь вот есть парочка эффектов, потом к ним подойдем. Сначала я кладу хейтер, да, то есть грелочку. Смотрите, какой будет здесь происходить роутинг. Основной сигнал, вот этот микрофон и хейтер, я это все отправляю вот сюда, в voice. Вот здесь вот идет финальная обработка. То есть это все параллельные шины. Итак, давайте смотреть, что у нас в грелке. То есть грелочка, это будет параллельный подмес середины. Что у нас в грелке лежит? Давай допустим, и помечтаем, брат, о том, что скоро будем... Пре-бокс. Грелочка, да, смотрите, здесь я взял ниф. Здесь очень много всего, но я взял ниф, я послушал. Аутпут сделал поменьше. Давай допустим... Здесь, смотрите, обрез на 300 и на 80, и здесь обрез на 3 кГц. То есть оставляю середину. Но мне этого показалось мало. Давай допустим, и помечтаем, брат, о том... И я еще убрал верх, который мне не нужен с помощью ReaQ. То есть пока мы идем по бесплатным плагинам, показываю. И дальше уже по вкусу вот этой ручечкой... Для того, чтобы сформировать именно ту середину, которая нам нужна. Поехали. Давай допустим, и помечтаем, брат, о том, что скоро будет всем светло и весело. Больше не будет грусти. Но ты докуришь, выдохнешь, под ноги бросишь... Это так не ощущается, но оно, поверьте мне, есть. Дальше у нас идет просто voice. Смотрите. Loads. Мы боремся сперва-наперво до компрессии. Я решил побороться вообще. DSR можно до компрессора, после компрессора. А многие мудрые люди делают и до компрессии, и после компрессии DSR обрабатывают. То есть как с эквалайзером. Если вам нужно что-то понизить до компрессии, мы ставим до компрессии. Повысить после компрессии. Ну, здесь, собственно, нечто подобное будет. Loads. Отличный, бесплатный. От Analog Obsession. Ставим здесь вот так, вот так, вот так. Получаем результат. Давай допустим и помечтаем, брат, о том, что скоро будет всем светло и весело, больше не будет грусти. И смотрите, даже когда мы добавим серединку, уже вершок так не светит нам в окна. Нормально. Давай допустим и помечтаем, брат, о том, что скоро будет всем светло и весело, больше не будет грусти. Все замечательства вот этого плагина в том, что здесь есть ручка миксы, можно подмешивать, делать больше и меньше ослабления. Очень гибкий, рекомендую, про него снимал видео. Дальше Comper, смотрите, такая машина из двух компрессоров Первый у нас свет, быстрый, второй у нас оптомедленный Почему? Объясняю, посмотрите, как здесь можно, конечно, все проходить вручную Вот это вот все разрезать, да, то есть каждые звуки делать гейстейджинг прям вот так, вот так Но я решил пойти таким, знаете, ленивым путем Пускай работают два компрессора Один быстрый, второй медленный Вот здесь я всегда выкручиваю input в минус 15 Это такая фишка для того, чтобы, если вы пользуетесь Analog Obsession, мои любимые бесплатные плагины Он меньше подсирает сигналы То есть я решил компрессорами пока не подсирать сигнал У нас есть грелочка, которая будет добавлять ту самую свежесть Бесплатный X-трессор Nuke от компании Kyiv Audio Который здесь у меня, смотрите, стоит в 50% Это тоже параллельный еще один компрессор На релизе FASTE стоит input-output по вкусу, autogain включен Задолбался, выйти от боли и бесили, как заблудший в поле путник или в небе Сюда, кстати, я смотрел, как DBX 160 работает от компании Analog Obsession Пока выбросил Дальше еще одна грелка Вот тут уже пред, тоже так, знаете, чтобы послушать Здесь мик поставил самый слабый вольтаж То есть это эмуляция того самовского, тому самовского битловского преда С консоли Red Поэтому он так и называется PredD Задолбался, выйти от боли и бесили, как заблудший в поле путник или в небе спутники Посланник темных сил Смотрите, здесь можно добавлять верх С херовой вестью, расцветив старств ведьмы No way И вот тут я его добавляю Здесь больше нет судьбы То есть мы сначала это все причесали DSR-ом Потом мы можем чуть-чуть подвытаскивать Еще, как вариант, у меня тут стоит SPL Который тоже, в принципе, может выполнять вот эту предовскую всю работу Но просто SPL это платный плагин Здесь тоже, смотрите, и сатурация, и гармоники Читая, здесь сатурация это вот А здесь гармоники это вот То есть тот же аналог Здесь тоже можно добиваться вот с помощью этих двух клавиш Сделать себе вершочек тот, который нужен Не используя маг По-моему, здесь я не использовал маг Да, смотрите, обошелся без мага Задолбался, выйти от боли и бесили Как заблудший в поле путник или в небе спутник И посланник темных сил С херовой вестью, расцветив старств ведьмы В общем, поигрался с ним, оставил, чтобы вам показать Оставил все-таки пред, звучит благородно Потом еще один Гретельно-переручающий, смотрите Потому что кат здесь стоит на трех, на двадцати А буст на пяти То есть мы немножко прикрываем, одновременно поднимая Вот такой интересный фортель, который можно выписывать тоже С помощью бесплатного Киев Пульт Эка Задолбался, выйти от боли и бесили Как заблудший в поле путник или в небе Красящий, тоже красящий Экулай Задолбался, выйти от боли и бесили Как заблудший в поле путник или в небе спутник И посланник темных сил Здесь у меня телефонный эффект Давайте его послушаем Все-таки раз записал Судьбы Нет судьбы Ножом писала прям на наших душах Сара Коннор, чтобы всех спасти Ну и в конце у меня стоит после этого дело Лаудмакс для того, чтобы еще пики переручить И Оли Ривер, мой любимый бесплатный ревербератор В котором я, по-моему, да Вот ранних рефлекций добавил чуть-чуть побольше Давайте его послушаем, выслушаем Судьбы Нет судьбы Ножом писала прям на наших душах Сара Коннор, чтобы всех А вот здесь минус 23 Это его реверочек Судьбы Нет судьбы Ножом писала прям на наших душах Сара Коннор, чтобы всех спасти В конце он будет слышен Давайте послушаем, где прощай прямой эфир Прощай прямой эфир Вот, ну такой Чисто для Вот без него, если взять Смотрите, будет совсем сухо Совсем без пространства Хотя записано в комнате Но комнату ER Early Reflections Я еще накинул Граммы новости Прощай прямой эфир Хотя, например, можно вот здесь вот обработать все это А эту фразу оставить, например, без ревера Для того, чтобы вот Прощай прямой эфир И оно все закрывалось Ну и обрезать Конечно же, сюда по-хорошему нужны бейки Всяческие эйры, украшения Но здесь суть был не в треке Суть была в обработке Кстати, он доступен вам Заходите на Boosty Правда, доступен не всем, а платным подписчикам И уж извиняйте За 1 доллар в месяц Как бы Мои люди имеют право И что-нибудь поиметь эксклюзивное Поэтому Не стесняйтесь Подкачивайте Ну подписывайтесь Что такое там 70, 80, 90 Даже если 100 рублей в месяц Друзья мои На проезд Многие больше тратят Конечно же, можно все было бы работать не так Но просто суть я вам показал Что такое дорогой микрофон От дешевого Отличия, да? В дорогом микрофоне Давайте покажем Это у нас пятое наше поколение Пятое поколение роуда Вот оно приехало И дорогой микрофон Это тот микрофон, который Несмотря на то, что он может иметь верх Может песочить Вы слышите, да? Но все-таки Звук у этого пятого Это четвертое поколение Но у него всегда есть основа Всегда есть середина Которую можно вытаскивать Вот И сегодня Озираясь из 23-го года Глядя на В принципе 2006 Да, возможно Микрофон многих обаял Обаял Но Его сложно сводить По большому счету Это я еще женский голос вам не показал Это был бы вообще триндец Там нужно было бы тремя, наверное Дейсерами обрабатывать То есть Я как человек избалованный Тем, что я свой первый микрофон купил Это была октава И сразу 319-я И который сразу звучал круто Да, у меня был Берингер Миг 200 И потом у меня шла ESE Julia Вот такая карточка То есть PCI-ная карта И потом еще у меня были Многие PCI-ные карты И вообще работал с предами И поэтому вот такого блядства Прощу прощения У меня бы не было У меня была бы ровная дорожка Это к вопросу о том Нафига вам железки Железки делают тебе Вот этих вот половину Компрессоров уже не нужно Один накинул и все Это я к чему? Что даже из 120-го Например, засунь его в 3076 Убрал чуть-чуть вверх Лампочка ему добавила Раскрасил Дал ему тело И все зазвучало То есть даже пред Может исправлять плохие микрофоны Но использовать плохой микрофон Это преступление И сегодня Покупка 120-го Выглядит ну реально Мимо кассы Еще раз повторюсь Х1А Да АТ-2020 Да АТ-2035 Да ТАК-СТАРТАК-35 Да И в конце концов Ну возьмите БОЮ 800-ю Да Повторюсь Крупно-мембранный капсюль Но повадки Именно вот как 20-35 Отличный Классно сбалансированный микрофон Вот Про этого парня Буду снимать Конечно же Потому что мне нужно сначала Протестировать Прежде чем снимать Вас ждет и меня еще Разговоры про яркую Неяркую Сторону микрофона В ближайшем будущем Сантроник СТС 20 Ну и целых Два микрофона От Василия Арка Поэтому подписывайтесь Реагируйте на это видео Очень нужно Друзья мои Давайте с вами Прорвем все-таки Алгоритмы Ютуба Поставьте лайкосики Зажмите Вот именно на этот ролик Всех обнял Увидимся Услышимся Ваш микрофон и маньяк Александр Спирит Из 2023 года Сентября Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»